МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Приветствую! Садитесь, пожалуйста. Так, какие у нас сегодня планы? Вот. Кто? Не готовы? А когда вы будете готовы? У нас время тут все очень скоро кончается. Когда у нас последний занесло? 19-го. То есть у нас осталась неделя, это значит, у нас занятие в понедельник и в пятницу, и все, следующее. У меня такой вопрос к изучавшему работу Маркса Энгельса «Немецкая идеология». Вот что у Маркса Энгельса говорится по поводу гражданского общества? Эта тема актуальна? Актуальна. Актуальна, не знаю, с какой точки зрения, с практически вряд ли актуальна, потому что, так сказать, те люди, которые об этом пишут, ничего содержательного особенного и не пишут. В смысле того, что это означает. А что понимается вот в этой работе под гражданским обществом? Кто может ответить? Ну, вы говорите, что гражданское общество – это очаг истории. Что это? Очаг истории. Что это? Очаг истории. А что-то про то, что оно развивается из общения, которое развивается из производства. Ну, а что это такое, гражданское общество? Что это понимает, что это гражданское общество? Что это такое? Вот есть общество, а есть гражданское общество. Как соотносятся эти понятия, что это общество и есть гражданское или нет? Какой смысл в том, чтобы одновременно с понятием общества рассматривать понятие гражданского общества? Когда он катекует Фейербаха еще в первых тезисах, он говорит, что гражданское общество – это такая иллюзия, такой конструкт, то есть то, чем любят заниматься эти философы, то есть какое-то гражданское общество, состоящее из оторванных друг от друга индивидов, как будто бы не учитывающих экономические отношения. Ну, вот, да, правильно, именно так. Актуальность состоит в том, что, насколько я помню, даже в новостях говорят, что цель России, состояние гражданского общества, вообще, ну, как-то нет такого четкого определения. И потом вы видели, наверное, что есть там большие билборды висят в городе, посвященные к выборам, и вот она такая-то, такая-то вдруг, такая-то кандидат от такой-то партии выступает за построение в России гражданского общества. И это вот так тоже красочно так предоставляется, то есть соответствует этому пониманию, которое вот здесь давали Марксингрид. То есть действительно это некая иллюзия или тут что-то такое глубокое, содержательное, умное? Ну, наверное, и тогда есть часто иллюзия, но то, что вкладывается в эту иллюзию, принципиально, она разная. А что вкладывается сейчас, вот что можно сказать, что сюда вкладывается? Ну, в каждом, насколько я помню, то постоянное гражданское общество в России, это где разделение властей, где люди? Разделение властей, разделение властей это обычное буржуазное общество. Буржуазная демократия предполагает разделение властей? Ну, так это, значит, так что мы строим, что, собственно, построено в России? Вот построено буржуазное общество, демократия построена буржуазная? Построено. Разделение властей есть. Есть Дума, которая не интересуется тем, выполняется ее решение или нет. А есть исполнительная власть, которая не очень интересуется тем, что решит Дума. Это разделение властей. Потому что, скажем, чему противостоит вот такое понимание устройства государства? Скажем, а социалистическое государство построено на разделение властей? Когда наоборот, вот Ленин подчеркнул, что Советы представляют собой такие органы, которые сами законы принимают и сами их же исполняют. Как раз было построено уничтожение, разделение властей. То есть на уничтожение, вот это разделение властей, потому что разделение властей рождает что? Бюрократизм. Потому что вот вы решаете, а вы исполняете. Значит, вы решаете, не зная, как будут исполнять, и поэтому принимаете такие решения, которые невозможно исполнить. Ну, потому что вы оторваны от процесса исполнения. А вы исполняете, и вы с удивлением смотрите на то, что нарешали эти самые люди, которые ничего не понимают в том, как это производить, как проводить в жизни. Поэтому на этой почве возникает торможение. Вот эти два колеса государственной машины, они вместо того, чтобы взаимодействовать, они тормозят работу друг друга. И мы это и наблюдаем все время. Все время идут разговоры о том, что как так у нас не выполняется. То вот, скажем, принята была концепция социально-экономического развития России. Подписан был распоряжение председателя правительства в 2008 году. А концепция социально-экономического развития до 2020 года. Подписали, подписали. Дальше что? Что дальше? Ничего. Где она? И разговора ранее нет. И кто подписывал, не вспоминает. И кто об этом говорил, не вспоминает. А доклад о ней был. Расширено заседание Государственного Совета. Вот это, так называемое, разделение властей. Или судебная власть. Судебная власть, скажем, в Социалистическом Советском Союзе предполагала, что вот если суд принимает какое-то решение, то это что? И как бы само собой считалось разумеющимся. И так граждане и трудящиеся так считали, что раз решение принято, то оно будет и выполняться. А сейчас? Вот суд принимает решение. Сейчас разделение властей. Сейчас судебная власть и судебные приставы, исполнители, это одна организация, это разные совершенно структуры. Раз разные. Вот из того, что суд принял решение, что следует? Что, допустим, служба судебных приставов, получающая это решение, должна его выполнить. Ничего из этого ничего. Она не должна никому. Абсолютно. Вот если суд принял решение, то вы гражданин. Вы гражданин, вы добивались решения. Ну вот как это решение попадет в службу судебных приставов? А вам известно, что судебные приставы вообще судебными решениями не интересуются? Вообще. Они в глаза их не видели и видеть не хотят. Это я вам как специалист по праву, как профессор по экономике права рассказываю, и как человек, который глубоко с этим знакомый, и с судебными приставами-исполнителями работал очень много. А именно, вот вы, когда закончится судебное заседание, что вы? Вот вы выбрали. Два свидетельствия дальше. Судья интересуется его исполнением решения? Нет. Нет. Это же разделение. Все, судья, вот он вам вынес справедливое решение, вы довольны. Можете повесить его на стену, вы выиграли у меня, и я вам должен пять тысяч рублей. И дальше что из этого следует? Как вы собираетесь менять и пять тысяч рублей взять и выбить? Что вы будете делать? Давайте. Давайте разберем, пожалуйста. Мы рассматриваем вопрос о разделении властей, который связан с проблемой, так называемой, гражданского общества. Вот. Ну, наверное, надо, прежде всего, вооружиться этим судебным решением, идти искать, вот законы мои здания, дайте мне эти деньги. Вы вооружились, вы как вы вооружились? Вы придете, во-первых, судебное решение, оно сразу входит в действие или через какой-то срок? Вот сегодня принято судебное решение, судом района. Судебное обжалование. Вот, значит, надо ждать, то есть оно войдет в срок, если никто его не обжалует. А если обжалует ваш, вот вы выиграли у меня решение, я вам вынужден отдать 5 тысяч рублей по решению. Так? Ну, я обжалую, потому что я не согласен с этим решением, подаю в городской суд. Городской суд, как, прямо бегом будет это решать, или он не спеша, это подназначен через два месяца на это, или через полтора. Никаких особенных ограничений нет. Через полтора месяца, значит, раз обжаловано решение, то оно не входит в действие, и, так сказать, вот до городского суда. В городском суде вы снова будете уступать, вот, там будет три судьи, а не один. Времени там будет очень мало, вам больше, чем... все это мероприятие, больше, чем 15 минут не займет, вы там что-то скажете, потом я что-то скажу, что я с вами не согласен, а потом эти три судьи убегут в комнату для совещательного, и прибегут из этой комнаты, и скажут, что вот, они утвердили решение районного суда. И вот теперь у вас есть решение городского суда. Вы довольны? Вам решение городского суда надо же 5 тысяч рублей. Дальше вы собираетесь у меня получить 5 тысяч? Вот вы получили решение городского суда, что я обязан вам отдать 5 тысяч рублей. Ваши действия. Теперь их нужно получить. А? Теперь их нужно получить. Как вы собираетесь их получить? Приди в суд, наверное. В суд? В суд скажет, все, что вы еще... Я вам решение дал. Какой суд? Вы только что в суде были. Опять хотите прийти в суд. Что вы... Хотите еще от суда? Суд у нас праведный, справедливый. Все, решил правильно. Значит, нужно встретиться со стороной или с представителем стороной. А что со мной? Сколько вы не встречались, я говорю, вы же... Обязательно решение у вас? Суда. У вас есть решение от суда? Да. Ну, только все. Я видел его, мне тоже дали. А что нам встречаться? Пожалуйста, исполняйте. А как вы передавите деньги? А? А как деньги передавите? А я не собираюсь вам передавать деньги. Что вы взяли-то? Вы же обязаны по решению суда это делать. Обязан, а передавать не буду. Тогда, если... Ну, я грамотный человек юридически, не буду я вам деньги передавать. А вы, если вы тоже грамотный, забирайте у меня деньги. Ну, я-то не хотел у вас отдавать, но вы хотите у меня их забрать. Забирайте. Ну, я спрашиваю, как у меня будете забирать? Мне интересно. Я-то знаю, как я вам не отдам. А вы как будете у меня забирать? Вот вопрос. Мы же разбираем, мы же с чем занимаемся? Анализом. Не иллюзиями всякими. Вы же с самого начала вот выступили и сказали, что всякие иллюзии там питают насчет гражданского общества. Вот гражданское общество, вот есть решение суда, вот есть закон, вот я вам должен, должен. Ну, вы собираетесь у меня забрать 5 тысяч рублей? Собираюсь. Ну, рассказывайте, как будете забирать. А если, там же должно быть написано, наверное, в какой срок вы должны эти деньги отдать? Нет. Должно быть написано? Нет. Почему это? И где это должно быть записано? За что тут писать? Не, ну подождите, должен же быть срок, который должен быть, должно быть приведено исполнение? Это вы судье будете говорить, должен быть срок? Это вы в суде говорите? Правда, не вы указали лицом? Не знаю. Если я должен, вот вы теперь собственник этих 5 тысяч рублей, забирайте у меня их. Как будете забирать? Ведь что, отнимать у меня собирается? Если будете на меня нападать и отнимать 5 тысяч рублей, я вам подам, на вас подам в суд, и будет уголовное дело, и вас поставят в тюрьму. Судебный приступ есть. А? Есть судебные приступы. Есть. И что? Наверное, они должны этим заниматься. Они прямо ждут, им хочется заняться тем, чтобы отнять у меня 5 тысяч рублей. Вы-то что будете делать? Это же гражданское общество? Вы гражданин, вы гражданка. Что вы собираетесь делать-то? А, подождите, есть, значит, если нам нужно исполнить, правильно? Да. Исполнительная власть будет заниматься? Не знаю, но там исполнительство. Исполнительная власть не занимается исполнением решения судов. Ну, ладно. А кто занимается исполнением решения судов? Наверное, надо взять это судебное решение, обратиться с ним в службу средних приставов, чтобы вас изняли столько, отисали имущество и изъяли столько имущества, что было 5 тысяч. Значит, вот представьте себя, вы к кому пойдете в суду журненных приставов? Вообще в здание зайти хотите? Или к кому вы туда придете? Я хочу знать, вот вы, ну мы должны, ну вот вы же граждане нашего общества, российского, вы же должны знать, как это делать. Я хотел бы вам помочь объяснить, как это делать. Ну вы вот, я пойду в службу, вы придете, вы открыли дверь, дальше что? Зашли в службу журненных приставов, какого района? Своего? Моего? Городскую? Там, наверное, того района, суд которого вынес с РД. Так, ну зашли вы в это помещение, дальше ваши действия. Ну представьте себе, вот вы приходите, ну как вот... Есть справочная. Есть справочная, что там написано в справочной? Там сидит тетечка. Тетечка там не сидит? Нет? Нет. Справочной нету, служишь верно? Нету там. Чего нету, того и нету. Непорядок. А там есть всякие кабинеты, и в кабинетах разные люди. А может быть, прием вообще? Есть прием. Кто принимает вас, граждан? Как вы считаете, кто вас там принимает? Кому хотите пойти на прием-то, объясните. Скажите, кто там есть? Скажу, к старшему судебному приставу этого района, к старшему судебному приставу. Вот вы ко мне пришли, и что хотите вы мне сказать? Я старший судебный пристав. Что у меня есть решение суда? Меня вас решение суда не интересует. У вас есть исполнительный лист? Нету? Иди здесь. У нас он есть. У Олега нету, у него только решение суда. Он забыл просто. Если забыл... Не знаю. У нас Олег у меня пришли. Все, вдвоем пришли ко мне? Или один? Он у меня выиграл. А вы, девушка, какое отношение имеете к этому? Нет? Вы ее адвокат? Нет? Не адвокат. У вас есть? Или вы доверенное лицо? Нет. Вот он ко мне пришел, я ему объясняю, что это меня, нашу службу судебных приставов, решение судов не интересует. Мы ими не занимаемся. Мы работаем исполнением исполнительных листов. У вас исполнительный лист есть? Есть или нет? Олег? Ну, должен быть. Что на суде должен быть? Ну, я по должен быть, не могу же заниматься. Вот идите и получайте. Куда? Где вы должны получить, судя, исполнительный лист? Наверное, я должен получить его как приложение к решению суда. Прямо как приложение, никто не дает. Если вам не надо, это вон от гражданское общество. Если вам не надо исполнительный лист, вам никто его и не дает. Если вам не надо, вы у меня даже не спросили. Вот я старший судебный лист. Вы спросите у меня, а где его взять? Спросите меня. Скажу. Ну, вы как-то вообще, вы представляете, как тренируются люди? Так вот, я сейчас старший судебный лист. Меня зовут Михаил Васильевич. Зачем-то уже существует ваша служба. Вы тут скандалить не надо, мне не есть чем заниматься. Вы хотите получить, спросите меня. Я вас проконсультирую бесплатно. Вас интересует, где получить? Не знаю. Обращаться, потому что судья с вами разговаривать на эту тему не будет. Судья свой лист выполнил. Идите к помощнику судьи и скажите, что вот он с решением, вот у нас есть решение. Спасибо большое. Нам нужно исполнительный лист. Она вам скажет. Через неделю приходите и получите исполнительный лист. Вот вы пойдете туда. Вы сначала думали, что вы пойдете за пятью тысячами рублей. Нет, вы пойдете снова в суд. Значит, к помощнику судьи. Потом, значит, договоритесь, когда она вам выдаст. Она подпишет этот исполнительный лист у судьи. Видите, не придется двух недель. И у вас в руках будет исполнительный лист. С печатью. Единственный экземпляр. Очень вам советую. Сразу на цветной ксероксила. На цветной ксероксила. Чтобы у вас было. Потому что пропадет и все. А у вас ничего туда нет. И больше вы никакой. Второй раз никто выдавать не будет. После этого вы снова идете ко мне. И говорите, Михаил Васильевич, я вот спасибо. Вот я принес исполнительный лист. Тогда мы будем. Тогда вот вам бланк. Бланк заявления. О возбуждении исполнительного производства. Что я такой-сякой. На имя моего. На имя старшего судебного пристава. Вашего района. Попова Михаила Васильевича. Прошу возбудить исполнительное производство. По исполнительному лицу номер такой-то. От такого-то числа. Выданному таким-то судом. Возбудить производство. Кто будет возбуждать? Я буду возбуждать производство. Вот я вас. Может возбудить. Буду возбуждать производство. Приходите через неделю. Через неделю вы придете. И я вам уже скажу. Кто будет заниматься исполнением. Вашего исполнительного лица. А вот Алина будет заниматься исполнением. Алина. Не разговаривайте с бескровной. Она гражданка неизвестна какая. А вы судебный пристав-исполнитель. Связи на нас. Связи всем нужны. Что? Связи мы налаживаем. Чтобы потом в следующий раз. Это вы можете с ней налаживать. Вот она. Судебный пристав. Вот вам. Вот теперь ко мне уже не приходите. Если через неделю вы приходите. Вы придете снова ко мне. Я скажу. Вот. Вот пожалуйста. У вас судебный пристав-исполнитель. В основном. Кстати. Женщина в основном работает. Судебный пристав-исполнитель. Там есть такой плакат. Такая женщина миловидная. А сзади с автоматом. Что вы имеете ввиду. Если что. Да. Если что. Вот там. Да. Вот. Короче говоря. Значит. Вот идете и спрашиваете. Что? Что вам еще надо? Денег никаких пока у вас нет. Большой стоимость. Да. Никаких нет. Но вот у вас есть судебный. Вы довольны? Довольны? Ну приходите теперь к судебному приставу. Ну. Вы пришли к ней. И что? Будете говорить? Рассказывайте. Ну рассказывайте. Что вы будете говорить? Вот к ней теперь. Алина. Она жительский исполнительный лист. Да уже не исполнительный. Ваш исполнительный лист давно я забрал. В этот исполнительный лист. Уже возбуждено исполнительное производство. Назначен судебный пристав исполнитель. Уже. Соколова. Алина как по отчеству? Олеговна. Алина Олеговна. Вот вам это знакомо. Легко запомнить. Алина Олеговна. Судебный пристав исполнитель. К ней обращайтесь. Пришли вы к ней. Уже в соответствующую комнату. Там у них на головах друг у друга сидят. Кругом все бумаги. Места нету никакого. Ну они же ради вас. Вот вы придете. Они с этого какого-нибудь стула бумаги снимут. Вас посадят и скажут. Ну чего надо? Что надо? Если возбуждено производство, то значит судебный пристав должен. Это вы приставы собираете говорить? Я спрашиваю, что говорить ей быть? Говорите. Нет, это просто счет. Вы не понимаете? Вы знаете, как люди отрабатывают свои действия? Если они на войне, в жизни, как полагается. То есть они начинают, входят в роли, начинают это делать. Вы у меня выиграли 5000 рублей. В суде выбили. Это было так трудно. Я профессор, а вы студент. И теперь не хотите это дело реализовать. Вот уже есть все. Исполнительный лист уже. Я уже вам все это посоветовал. Вы пришли уже к суде. Что вы собираетесь сказать? Ну обращайтесь, пожалуйста. Говорите. Алина Олеговна. Да прямо говорите. Алина Олеговна. Обращайтесь. Алина Олеговна. Да. Вы у меня... От вас зависит? Вы же являетесь судебным приставом, который ведет... Исполнительное производство. Исполнительное производство. По моему делу. Да. Что вы собираетесь предпринять? Да. Вернусь назад. Вот это вот. Вот это правильно. Что вы собираетесь делать? Я вам хочу сказать, что мы очень поздно пришли. Мы, к сожалению, опоздали. Как это опоздали? Вот так. Нет, Алина Олеговна. Но тут там никаких таких... Там никто ничего не опаздывает. Там никуда никто не спешит. Сразу вам докладываю, как человек, который участвовал в создании профсоюза судебных приставов в Санкт-Петербурге. Сразу вам хочу сказать, что этих судебных решений принимается, раз есть разделение властей, в совершенно независимости от того, сколько судебных приставов могут исполнить. Вот у судебных приставов есть время, рабочее время. И вот, скажем, за это рабочее время они 80% могут исполнить, а 100% исполнить не могут. Поэтому если вот Олег не придет к вам, и не будет над душой стоять, то никто его исполнять и не будет. А поскольку он приходит, вы, так сказать, откладываете другие и начинаете им заниматься. Ну, человек пришел, так. Так что вы будете делать? Вот он спрашивает, что вы будете делать? Как вы собираетесь исполнять? Теперь вот мне тоже интересно знать, как бы я от его имени вас спрашиваю, что вы собираетесь делать? Как вы собираетесь исполнить это? Вот как мне получить-то 5 тысяч рублей? вот ему что вы собираетесь делать ну какие варианты у вас есть вот вы судебный пристав а я тот человек который обязан ему 5 тысяч рублей но обещайте что тяжело и путь уходит очень много дел и приоритет вот это без бюрократизма по-доброму хорошо вот вот он снова ну на 3 вот это вот это вот это вот это уже разделение властей все хорошо приходите через месяц вас же не горит но 5 тысяч вам ничего а вы пришли вы пришли вот вам она обещает значит вы не подчиняете своему начальству и новым то есть он хочет скандалить ну раз хочет скандалить посмотри он уже не двадцатой очереди а сто двадцатой вы стали после этого разговора олег имейте ввиду вы пришли все хорошо и вам объяснили ну вот и потом и так проходит месяц проходит месяц вы приходите и спрашиваете как будете исполнить да все уже у меня первый хотя есть такой вот анекдот по поводу того как один человек взял у многих в долг и вот эти должники вернее не должники а кредиторы к нему спрашивают ну когда мне когда когда он его и так сейчас так ты у меня десятый все еще раз к нему приходит как так ты у меня 8 уже сокращается список вот уже третий а потом приходит опять спрашивает уже через два месяца ну когда отдадите за мне деньги ну слушай я вот ты уже 2 но если ты еще раз придешь я тебя вычеркну надоел короче говоря теперь вопрос наконец он пришел и вот что будете делать вы алина олезовна как вы теперь теперь не не 2 все уже сниму тему закрыли то есть вы уже взялись уже исполнять уже приступили не знаете да у вас это не это не 5 тысяч не у вас у меня как вы забираетесь из меня изъять 5 тысяч будущее и отдать ему суде как судебный пристав исполнитель как вы это будете делать тем более ваше дело конфликтная конфликтологические самые вам и карты в руки как вы забираете меня за отнять 5 тысяч выше неров хорошо понимаете что вы меня знаете немножко ну и например представляете что так просто вот 5000 грязи отдам знаете что человек очень этот связан с администрацией у олега много связи и нам лично с вами не это не надо вы как вы лучше расскажите что вы должны делать как судебный приз вы как судебный приз и должны написать мне письмецо уважаемый михаил васильевич как только доброе такое письмо что соответствии с исполнительным листом вот по исполнительным листу такому возбуждено исполнительное производство номер такой-то и что вы обязаны воплотить товарищу маленкову олегу 5000 рублей согласно ли вы добровольно отдать ему эту сумму правильно вышка у нас же гражданское общество я же не убийца правильно я же не бандит ну какие-то 5 тысяч рублей это как вы а вы все со мной должны просто ссориться в нет вы мне пересогласен что я отвечаю вам посмотрите на меня что я отвечу вы вообще кровожадная женщина что значит не согласен что это такое вообще я отвечаю вот и давайте просмотрим сейчас мы до кого цепочка это длинная в начале цепочки верю согласен пишу письмо кому я пишу я же не ему пишу письмо у меня отношение сейчас судебным приставом исполнитель исполнит это власть судебная зачем ли с ней ссориться а вы меня хотите сразу начать со мной ссориться а мы не ссоримся я пишу согласен и все потом вы ждете по ждете 5 5 тысяч рублей получили нет приходите вы и говорите алина олеговна через через неделю раньше выходили каждую неделю потом вам надоело каждую неделю ходить через две недели приходите алина олеговна когда я получил а вы говорите я отправила уже письмо он согласен а он ничего не день не отдает ну тогда защитите давайте я второе письмо напишу второе письмо пишите мне второе письмо я получаю его и присылаю вам ответ уважаемый алина олеговна я получил ваше письмо соответствии с исполнительным производством номер такой-то сообщаю что я до согласен добровольная дать все все довольно нет вот он единственно недовольче вот она довольна я доволен недоволен он опять приходит и говорит но в конце концов к вам приходится вы что-то можете сделать это могу я его астропую вы же два раза мне писали после того как вы два раза мне писали получается систематически уже не выполняю ваших требований да это не хорошо просто уважаемый судебный пристав исполнитель представитель государственного органа обращался этот а я уже злостно не исполняю что надо делать на штрафовать или накладывается меня штраф какой 5000 почитайте советы почитайте административный кодекс вам за не выполнение коллективного договора 5000 это даже эта мелочь если 1000 рублей тысячу больше вы не можете закону делать вообще закон знаете чего вот так это 5000 ничего себе вот если вы мне 5000 направить и я подам в суд за то что на вас на него не подам с ним уже судились с ним уже теперь добрые друзья мы просто ему деньги не отдаю а вы на меня администрирование занимаетесь хотите значит с меня взять 5 без всяких вас без оснований а это значит что сказать вот я подам на вас в суд и мы будем с вами судиться он пускай третьим лицом там суде он заинтересован уже в этом сидит и как вы думаете суд на чей стороне будет на моей потому что у меня по закону по за я знаю закон тысячи рублей можете с меня взять а вы хотели пять срести выбор играли в раз вы играли начинаем сначала ты значит вы там не будет это вот это суд не уголовная это там административному делу вот приняли решение все и опять с чистого лица начинаем вы меня пишите выписывайте штраф на тысячи рублей а поскольку это вы судебный присутствует я же этот страх выплачиваю хотя я вас информирую что мавродик с которого так хотели стрясти миллиарды его который он должен не одному там олегу смоленкова кому он только не должен миллиарды у них кому это и он это не отдавал нисколько и и штраф не платил и тогда раз он штраф не платил тогда судебные приставы приняли то что они могут сделать они могут принудительная работа на до 15 суток но вот за 5000 конечно сомнение понравилось быть эти принудительные работы что я бы вас это 15 суток работал если бы уже было 5 миллиардов мы согласитесь 15 суток поработать за 5 миллиардов это ерунда же правда все зависит от количества ну как бы вы вахтовый метод у вас пошли на 15 суток и сохранили вы себя 15 миллиардов нормально 15 миллиардов это немного вот сейчас вот госпожа маркус сегодня и по радио говорят и вчера в газетах они 14 миллиардов взяли из банка увели другие места со своей помощницы в том числе за границу в том числе где у него братец и вот она просит прощения у всех кого она попросить прощения то можно денег она не отдает 14 миллиардов нету этих и вот это вот максимум чего да будет добились опять ты что я не отдал ему а я бы решил ему лучше я поработаю 15 еще где-то по подметать буду сейчас погода хорошая подметать буду поняли 5000 монетам я человек принципиально вообще вы больше ничего не можете или можете а вот дальше вот те люди которые занимались исполнители делом а вроде они не знают закон а на закон гласит что можно на самом деле возбудить уголовное дело в связи с невыполнением решения суда это отдельная тема алина олеговна вы можете возбудить но вы сами судебный приступ правитель не можете у вас есть отдельный человек службы судебных приступов который можно пойти на меня нажаловаться же такой сякой раз такой и что надо его проучить и надо возбудить уголовное дело в связи с невыполнением решение суда то что решение суда то есть это вот тут уже понадобится не просто исполнительный лист а еще и решение суда он вам его даст он будет доволен он правда уже сколько раз уже приходил службу судебных приставов что за это время можно заработать не пять тысяч а пятьдесят но он ради такого дела пойдет вот должен вам сказать что я пытался возбудить уголовное дело по отношению к тому кто должен был выполнять решение которое которого мы добились я как главный редактор газеты значит вел судебный процесс комитетом по печати вот они у них мы выиграли и возбуждали возбуждали уголовное дело ну так но уголовные дела никто не любит возбуждать а если даже возбуждает их любит сразу раз только возбудят и раз быстренько и в архив закрыли дело и в архив то есть уголовное дело очень тяжело поэтому шансов али получить 5000 у вас не тратьте силой если вы это пятьсот тысяч тогда есть смысл а 5 тысяч даже я сказал не отдам начну там но мы разобрали как это делать и вот это все называется разделение властей так вот я докладываю поскольку информация у меня было отношение загрузки судебных приставов что они в состоянии выполнить не только максимум 80 процентов судебных решений то есть судьи лепят их независимо от того сколько смогут исполнить а судебных приставов исполнителями до вечера все ходит и ходит и ходит вот мальцев владимир алексеевич был старшим судебных приставов мы помогали ему составлять трудовой коллективный договор со службой судебных приставов чтобы эти самые судебные приставы имели какую-то возможность время для того чтобы исполнить соответствии с законом вы же не можете не по закону исполнять или не по закону а закон предполагает определенную процедуру это требует определенного времени а если все время умножить то есть норма на выполнение одного исполнительного листа на исполнение дела по одному исполнительному листу умножить на количество этих дел получается что это гораздо больше чем у вас есть мы туда давайте в субботу работать и воскресенье вечером вот эта картина сегодняшнего сегодняшнего дня поэтому у нас есть с одной стороны люди которые разговаривают про гражданское общество разговор разговаривают и совершенно вот олег правильно сказал что вот марс ингельс конечно это эти люди такая вместо того чтобы видеть какая связь существует производственно между людьми какие производственные отношения какая взаимозависимость они думают что вот есть некая вот такая мечта и люди гражданской области где будет сама все делается а сама что не делается из этого разделения властей получается торможение вообще всех дел почему скажем когда была революция социалистическая одним из главных задач было убрать это разделение властей ведь при котором невозможно ничего реализовать потому что если вы принимаете такую и потом исполнять будете так не надо принимать то что не будете исполнять а если я буду принимать а вы будете исполнять я вам такого на принимаю знаете как слова могу наплодить решений у меня рука набита я их писать решение могу видимо невидимо в эту думу лёте исполняя и это мы и наблюдаем посмотрите вот в доме все время половина какая-то стабильность должна быть вообще право сказать про стабильность предельных и после этого какой-то моратория начался у меня все законы дайте чтобы дать их поработать и набрать материал что получается что не получается какие недостатки вот в частности вот у меня был того робот поскольку мы с товарищем федотовым докером и начальником касался правого отдела морского порта посуда докеров морского порта санкт-петербурга выдвигали проект трудового кодекса который получил второе место в доме потом в один прекрасный день после этого нам прислали замечание предложения изменений к трудовому кодексу который принят не наш а мы просто были так на втором месте по числу голосов 189 депутатов голосового ну и говорит и что делать с этим там министерство нас просила дать свое соображение что делать мы сделали следующее мы распределили вот эти предложения которые улучшают действующий закон если предложение другая группа ухудшают действующий закон уже недавно принято в тот пока они его продвигали они говорили что он блестящий там все продумано там все выявлено там эти технические детали просто прописаны как только это кончилось так началась вот это вот чехарда всяких предложений по изменению а вот это вот сумма замечаний это то что является является собой информационный шум то есть всегда можно формулировки изменить любые дайте мне любые формулировки я вам измени в принципе ничем это нет ни во что не выйдет что но этого тем не менее потребует изменения закона и его переподписания голосований обсуждения и так далее поэтому и вывод который мы сделали а вы вот такой ничего не надо лет десять не трогать этот кодекс после этого мы это письмо отправили вместе с этим пакетом министерства юстиции прислал нам замминистра благодарности больше мы они очень мы их обрадовали что действительно можно ведь ничего не делать не заниматься этой ерундой пусть она потихонечку накапливается недостатки выявляются достоинство является а потом собрать их в этом в один прекрасный день переработать и сделать так что вот это вот большая проблема большая проблема и если люди были создателями законов и проводили эти законы в жизнь да это тогда естественно вот этого бюрократизма было наверное вы знаете что уже в тридцать шестом году в советском союзе изменилась система законодательной власти если раньше были выборы по трудовым коллективом советы так и очень легко можно было отозвать любого человека который сочетал оберокрачиваться на как собралась конференция звуков коллектива и сказали его вместо его на упадет петров и что и уже в городской совет приходит на следующий день и иванова петров а какая разница городскому совету важно что от кировского завода вот такие такой-то представитель 4 депутата было от кировского завода в городском совете и это сказать позволяла постоянного такую работу проводить по борьбе с бюрократизмом а потом у нас появились отдельно обратите внимание советы там где люди только заседали исполкомы исполнительные комитеты которые только проводили то есть опять возникла это разделение властей и представления о том что в советское время но традиция социалистическое время не было разъем haha не соответствует действительность наоборот она возникла она появилась хотя члены советов все-таки депутаты если они допустим рабочие они один день мы видели имели на то чтобы вот проводить свое депутатская работа и могли по крайней мере надавить нажать на этих исполнительных какие-то инструменты, чтобы провести то, что они принимали в жизнь. А потом и это пропало. То есть есть, скажем, законодательные органы, а если вы наблюдаете за функционированием Думы, то в Думе обычно пустое место, и депутаты голосуют, у них ключи есть для голосования, за своих коллег, которые в то время там не присутствуют. И вот всякого рода сейчас предлагаются меры, чтобы не платить зарплату депутатам за эти дни, когда они не присутствовали в зале. Или штраф какой-то накладываете. И как-то кисло это проходит. Почему? Потому что для этого надо, чтобы депутаты, большинство проголосовало, а большинство этим и занимается. Они же не сидят на этой самой Думе. Но количество законов, которые плодятся, видимо-невидимо, их просто не возглавляют. Вот, например, что касается бухгалтерской отчетности, все время там меняются, а раз меняются, собирают бухгалтеров на учебу, с них берут большие деньги за переучивание, и это такая форма, соответственно, изъятия финансовых средств. Там не по пять тысяч, там большие суммы идут постоянно, за то, чтобы это все оформлять. Потом есть система налоговой отчетности, и соответствующие есть электронные системы связи, и надо оплачивать их создание. И чтобы бухгалтеры, замглавного бухгалтера, через компьютер, через эту систему, все это посылали. Например, мы, вот я как руководитель общественного объединения, фонд рабочей академии, фонд содействия обучения рабочих, мы посылаем туда нули по этой электронной системе. Но мы исправно платим каждый год примерно 10 тысяч за то, чтобы они как бы заново нам налаживают эту систему. И так далее. Ну вот, то есть мы взяли эту проблему гражданского общества, и она оказывается вот на практике вот такой. А что касается, если мы возьмем ее не на практике, а вот в теории, но в теории Олег уже совершенно правильно сказал, что она как была вот такой мечтой, да? Или как? Или что-то из этого что-то получилось? Как бы получилось параллельно. Есть буржуазное общество, оно что вам не нравится? То есть вы же добивались получения буржуазного общества, буржуазной демократии. Значит, убрать советский строй, убрать социализм. Убрали, хорошо, победили. Ну так о чем вам не нравится тогда? Вот вы же получили разделение властей, вы получили людей, которые только голосуют, и являются профессионалами. Почему профессионалами? А деньги получают. А в чем состоит профессионализм? Депутат Госдумы сколько получает в месяц примерно, как вы думаете? А? Депутат Госдумы. Официально? Официально. Ну сколько у вас? Двести тысяч. Да ладно, двести тысяч, что вы там? Для народных избранников пожалеет. Четыреста пятьдесят не хотите в месяц? Ну вот и они тоже хотят. А они же себе устанавливают. Они же законники. Вот. Ну а судебным приставам, исполнителям, конечно, таких денег не видать, как вы понимаете. Ты считаешь, да? Понятное дело. И вот одно время много было на эту тему всяких работ, сборников, книг про гражданское общество. Чем они заканчиваются? В общем-то, вот этим же разговором, что надо создать гражданское общество или построить. Или мы уже построили. Ты построили, не построили? Не построили, но постоянно использовали такую цель, как просто вот еще чуть-чуть построить. Да, то есть это такая цель, чем ближе мы к ней подходим, тем дальше она от нас уходит. Вот. И все время разговоры идут, и идут, и идут. И, наверное, это нескончаемо. Причем, может быть, вас это не так дотрагивает, а, скажем, философы, те, которые прямо у нас на кафедре социальной философии, философии, история, они любят на эту тему порассуждать гражданскую общество. И в обществе это рассуждение тоже любят. Люди, которые предпочитают говорить о политике, не заниматься и разговаривать, они тоже любят поговорить. Гражданское общество. А на самом деле, гражданское общество, самое гражданское для кого? Для полиции. Она, если не просто скажет там вот, а так, гражданин Смоленков, а не просто Смоленков, Олег. Вот кто считает наше общество гражданским. И вот не просто там, как я, там, Соколова, отвечайте. Нет, гражданка Соколова. И вы, товарищ бескровный, почему хотели отречать, чтобы я отрицательный ответ давал? Гражданка, почему вы так? То есть вот кто, все время говорят, граждан, гражданин, или гражданин, пройдемте. Вот кто воспринимает общество как гражданское, вполне. А в тюрьме люди, как они обращаются, преступники? Как преступники обращаются к начальнику тюрьмы? А? Что, вот если... Как? Не знаете? Тут это, да, тут я чувствую, нужен какую-то практику иметь. И что, смотри, не смотрели фильмы, говорит? Какой есть? Ну, сколько угодно про этих самых... про тюрьмы, про этих бандитов. Сериалы целые. Сериалы. Вот вы ко мне, если будете обращаться, я начальник тюрьмы, как вы будете обращаться? Товарищ. Товарищ. Нашли товарищей. У меня преступники, не товарищи. У нас какое общество? Гражданин. Во. Не гражданин, а гражданин-начальник. Гражданин-начальник. Вот. Вот гражданское общество. Вот оно где. То есть, где гражданское общество? Во-первых, полиция. Она давно освоила это гражданское общество. Во-вторых, во-вторых, вся эта тюремная система, как она красив... Как называется вся эта наша система исполнения наказания? Красиво только. Красиво. Пенитенциарная. О, вот. Знает Олег. Пенитенциарная система. Чувствуете, какая красота? А вот если едет... А едет машина, закрытая такая, как фургон, и на ней написано ФСИН. Это что значит? Большими буквами. ФСС. Пенитенциарная служба. Исполнение доказательств. Вот. Да. Вот. Красиво же. А что там? И что там? Кого везут? Что везут? Преступника на суд везут? Или сюда, или в тюрьму, или в тюрьмы. Вот. ФСИН. Все хорошо. Вот где у нас гражданское общество. Там все знают, так, гражданин, гражданин, гражданин. Никак иначе. Гражданин, пройдемте, гражданин, прекратите, так сказать, вот разговоры. Гражданин, это запрещено. И так далее. Гражданин, вы нарушили, гражданин, вам придется пройти в царк, в карцер. И так далее. И прочее, прочее, прочее. Вот. Так что, вот видите, как интересно. Подтверждается это вот рассуждение Макса Энгельса о том, что это вот скорее некая мечтательная иллюзия о чем-то таком хорошем, вот, чем что-то такое реальное. Потому что, на самом деле, это некое удвоение общества. Создается буржуазное общество, и вместо того, чтобы сказать, что это общество буржуазное. У него есть преимущества. Какие? Очень большие. У буржуазного общества есть какой-то хорошее или нет? Есть. Есть. Буржуазное общество уничтожило всякую личную зависимость. Ну, смотрите, вот личная зависимость была при рабовладении. Работник был просто говорящим орудием. Потом крепостные, крестьяне, их можно было бить. Они были полностью зависимы. Их можно было продать. Вот так, с семьей, без семьи, с землей, без земли. А буржуазное общество сделало колоссальный исторический шаг вперед. Уничтожило личную зависимость работника. Нет, у них такое личное зависимость. Я обязан, я работать у вас на производстве. Не хочу, вот пойду бескровно работать. Она вот, лучший капиталист. Потом, смотрю, она так, начинает меня прервать. Не хочу, больше работаю бескровно, пойду вот Соколовой работать. А Соколова к Смоленкову, и куда? И куда я не пойду? Они договорились между собой, между прочим. Мы сразу обнаружили, что личной зависимости нету, но они договорились больше, чем вот столько мне не платить. И не только мне, но и другим. Мало того, они еще и договорились зарплату не понижать, а реальное содержание зарплаты понижать. Вы сейчас вот не чувствуете, как здорово придумано. Вот скажем, если инфляция, наш дорогой Центробанк обещает 4,5% на далекую перспективу. Это что значит? Если у вас есть стипендия, значит 4,5% вашей стипендии в течение года уйдет от вас. Правильно? То есть, величины все останутся те же самые, а реальное содержание не будет. А зарплата? 4,5% уйдет. И так далее. Или вот я уже такие цифры называл, реальные. у нас заработная плата в 2016 году работников по данным, которые получены и опубликованы Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ и опубликованы в правительственной российской газете. Значит, доходы граждан по отношению к 2013 году реальные, располагаемые, то есть выраженные в количестве продуктов 90,5% от 2013 года 2013. А зарплаты? А зарплаты не так сильно упали. 92,5% тоже от величины, которая была в 2013 году. Вот то, что мы реально наблюдаем. А вот что такое инфляция? Можете сказать, что называется инфляция? Вы же слышали про инфляцию? То есть инфляция у вас из кармана вытаскивает, не из кармана, а у вас прямо изо рта вытаскивает то, что вы хотели в рот положить, потому что меньше вы сможете приобрести на эти самые бумажки. Что такое инфляция? Вот попробуйте сформулировать. Граждане, попробуйте сформулировать, что такое инфляция и как нам помогает гражданское общество бороться с инфляцией. Гражданское общество нам никак не помогает бороться с инфляцией. Это разговоры разговаривают, а инфляция свое берет. Вы, наверное, помните, у нас и 14,5% была инфляция, и больше, но вот сейчас на перспективу нам обещают 4,5%, меньше нет. Это как позитив подает Центробанк наш. Вот мы все стабилизировали, будет 4,5%. И у студентов 4,5% от стипендии откусить, и у пенсионеров 4,5%, и у инвалидов нечего мы этим. Инвалиды должны, чем они более худые, тем легче им ходить. А грузный инвалид, знаете, как ему тяжело перемещаться? Что такое инфляция? Вот это классический случай. Известное слово, все это слышали, правда, повторяете его на каждом шагу. Мы с вами, как настроились вообще в этом курсе, мы поверхность не берем, берем анализ, берем движение вглубь, то есть выясняем, что на самом деле, и так, что мы имеем. Вот я тебе скажу, что инфляция – это повышение цены на все товары. Это правильно? Это мало. Отчасти так и есть. Это мало для определения инфляции. Да это вообще не определение инфляции. Если повышить цены два раза на все, что это изменит? Ничего. Это называется пересчет этих самых эквивалентов. если все уменьшится вдвое, или все увеличится вдвое, какая разница вам? Никакой. повышение роста цен при зарплате получается или большая зарплата или вы померяете? Ну вот вы уже подошли. Да, вот вы подошли к самому главному. Значит, инфляция – повышение цен на все товары, кроме товара рабочей силы. Поскольку про зарплату не все знают, что это цена. Это же цена рабочей силы. Некоторые знают, а некоторые не знают, что это цена. Говорят, давайте все цены растут. Нет, это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. То есть все повысится, а зарплата не повысится. А это означает на самом деле понижение реальной зарплаты. будущего. А вот мы говорили здесь о том, что всякие бывают теории, социалистические учения, а это сейчас современные или нефектуальные или нет. Вот сейчас есть такие учения социалистические, которые мы бы тоже назвали утопическими, которые были похожи на учения этих истинных социалистов в Германии. Наверное, есть существует же в Европе какие-то партии, которые называются социалистическими, говорят, что они стремятся построить социалистическое общество, оставить палату ведающихся. Зачем нам в Европу идти? Хорошо, это мы всегда их будем принять. Давайте у себя у нас скажем, возьмем КПР, известная вам партия, известная. Она идет на выборы зачем? да, как социалистическая специалистическая Лига России, вот они как? сейчас мы сначала назовем КПРФ, а потом спорим КПРФ. Она идет на выборы зачем? Ну, как вы считаете, зачем она идет на выборы? Робция за власть. А вот мы с вами разбирали, если возвращаемся к нашей фундаментальной книге, да, что общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие у нас какое в России? Он гуржатный. Значит, общественное сознание гуржатный, кто победит на выборах? На выборах в соответствии с сознанием живут люди голосовательные. Но если по-честному не по-честному, я не знаю, если по-честному, если все по-честному, то поскольку в головах у большинства, в том числе и рабочих, и интеллигентов, и людей сельскохозяйственного труда, и мелких гуржатей в голове, гуржатные идеологии. Но есть люди, у которых по-голове другая. У нас же все, у нас ничего не запрещено, пожалуйста. У нас нет государственной идеологии, в Конституции не записано. Некоторые уже говорят, что надо бы записать. Но нету в Конституции. То есть такого нету, чтобы записана была только такая идеология. Пожалуйста, а зачем записывать? Гуржатей в этом не нуждается, чтобы записывать. Правильно? Вот пусть все идут, голосуют, агитируют. Вот у вас есть миллион долларов? Нету? Нету, у меня есть. Давайте будем агитировать, кто из нас выберет. Надо рассказывать, нет? Короче говоря, прошли выборы, и сколько уже прошло? А скажите, пожалуйста, всю историю человечества трудящиеся когда-нибудь получили власть на выборах? Хоть в какой-нибудь стране хотя бы один раз. трудящийся нет, а власти социалистических и мистических нападных получили. Вот, а партии, которые разговаривают про социализм, получили. Представляете, я вот разговаривал про социализм, а теперь у меня зарплата 450 тысяч, а сейчас она у меня всего 53 тысячи, разница у них? Я вам выдал свои зарплаты закономить, чтобы получали доктор, но профессор мне повысили. Вот я буду говорить о социализме и агитировать и раз и буду получать 450. Вот Олег очень правильно сформулировал. Социализма не будет, конечно, а те люди, которые пройдут, а там еще есть руководители фракции, потом там есть машины, на которых можно ездить куда угодно, взял, позвонил, вызвал машинку, вы домой на чем поедете? Небось на трамвае или на метро. А вот если я депутат, меня будет взять машину, приедет. Я буду в пробке стоять. Ничего, у меня в Мерседес будет, там телевизор будет. Как только пробка, там включается телевизор. Как только я поехал, телевизор выключается. Все ли безопасности? Хорошо же. Это не похоже на социализм отопета? А народ то получил этот социализм? Нет? Или может получить вот таким путем через выборы? Нет. Я ему не могу сказать, что он уже склонен. Надо не в следующий раз выйти. Да, ему так все время и говорят. Это и хорошо. Я ему все время и говорю. И так я все время и сижу. Вот они и сидят, сидели, сидят, и сидят, и сидят, и сидят. А там же хорошо сидеть. Столовая хорошая. Ну, я в зубу пропуск есть, я туда ходил. Хорошая столовая. Как у главного ребят, дорогая. больше нам правда делать нечего. Вот теперь справедливая Россия. Вы же справедливились же. Это же хорошо. Кто против? А что у нас справедливая Россия не на самом первом месте по голосам вам скажут. Вам не кажется это странным, да? Ведь справедливость выше, чем просто единство. если давайте не важно справедливо не справедливо либо была единая Россия. Нет, давайте за справедливую все-таки рассчитывать. У нас единство на почве справедливости, да? И почему мало так голосуют людей? У кого бюджет избирательный больше? Как вы думаете? У единой России или справедливой? По вам избирательный бюджет больше. Деньги, которые отпускаются на выборы у кого больше? У единой России или справедливой? раз по закону у них не двое у всех партий не должен быть одинаковый. Ой, товарищи, ой, товарищи, как вы далеки от современного гражданского общества. Значит, вот объясняю, как человек, который был кандидатом народного депутата СССР по национально-территориальному округу в 89-м году в Ленинградскому. У нас было 35 коньяк, как я, Орлов, в том числе Белла Крупулова, Иванов, который прошел тогда, и был кандидатом в Государственную Думу. Вот каждый кандидат, и был доверенным лицом кандидата в президенты Макашкова был доверенным лицом у Абалиани кандидата в Государственную Думу, который у нас здесь проходил. Я вам рассказываю, что вот как только вы зарегистрировались как кандидат, зарегистрировались как кандидат, вы создаете себе расчетный счет. И на этот расчетный счет вам вправе каждый направить какую сумму? Что-то вы загрустили, потому что вам не отправят. А мне отправят. Вот. Отправляют сумму денег. Какую сумму денег? Любую. А на какие нужны? На нужды проведения выборной кампании. Это по закону или не по закону? Это по закону. А еще по закону. Бесплатное телевидение и бесплатные страницы в газетах кусочки и бесплатные выступления по радио это взрыва порвана. И хоть там я и вы и она и она и он все мы одинаковы. А все остальное за деньги. Если хотите больше выступать, вы хотите подробнее рассказать избирателям о том, как вы их осчислите, пожалуйста, платите деньги. Зачем вы будете сами платить вам на избирательный счет будут деньги посылать. Единственное условие те, кто посылает деньги на избирательный счет, не могут иметь иностранных долей в своем капитале. То есть только отечественные должны производители, только отечественные капиталисты могут вам подать на избирательный счет. Если это не отечественные, все, это незаконно. А так законно. И вот мне прислали в 129 раз больше, чем вам. Кто выиграет? выиграет. Значит, ваши где будут вот такие плакатики будут, смотрите, вот эти маленькие плакатики, а мои там цветные будут, большие, высокие люди, которые будут их вешать, будут со стремянками ходить, их вешать. Почему? Ну, нужно оплачивать, стремянки купить, людей целую бригаду оплачивать, чтобы они ходили каждый день. Ну, заодно, они когда стоят со стремянки, они ваши сорвут плакатики, чтобы они не портили картину, потому что как-то неприлично там так красивый такой мой портрет, какие у меня дефекты, они уперут, естественно. Есть для этого мордомейкеры, да, специалисты этого дела, которые, когда будут заниматься, сделают меня красивее и моложе, вот, а вас сделают злой им, как бандита, и на карикатуре, и вот так вот зачеркивать, это ли выборная компания? Ну, то есть, конечно, в теории это выигрывает тот, кто больше спать на фон, и со мной, он может проиграть, потому что, допустим, его соперник какой-то компромат, который у нас лучше тепло издать на компанию. Это правильно. Поэтому, вот, дело в том, что именно те, которые имеют компромат, стремятся в Думу. Для чего? Потому что, если он проскочит все-таки в Думу, то он получит парламентскую неприкосновенность. Вот в этом сути гражданского общества современного. А потом, вдруг, обнаруживается кого-то из членов Совета Федерации, Следственный комитет просит дать разрешение на то, чтобы его отправили в тюрьму. Мы завели уголовное дело. А Совет Федерации не любит давать, потому что, мы сидим в Совете Федерации, мы как бы друзья, товарищи, и тут вдруг предлагает Смоленкова дать добро проголосовать за то, чтобы разрешить его привлекать к уголовному ответственности. Сегодня я проголосую, что Смоленкова, завтра Смоленков проголосует за то, что меня, причем он не успеет ничего никуда отправить, уже и меня естественно отправил. А мне это надо? И поэтому такие случаи бывают очень редко. Причем, когда бывает? Когда сирене убийства обнаруживают и обязательно убийства. Это такая мелочь, там деньги какие-то, какие-то миллиарды, но дело такое и дело. Вот не бывает. Компромат. Вот компромат пытается на товарища, премьера товарища Навальный компромат найти. Ничего у него не получается. А почему? А какой тут компромат? Это вот как бы, представьте себе, что вы Навальный и вот вы на меня компромат по поводу того, что я вот на даче живу вот того товарища. А он крупный миллиардер. Вот я. Он имеет право меня пригласить на дачу пожить? Ну, то, у него, а? Имеет. Ну, то, у него дача какая там? Пять тысяч метров или там двести гектаров. Лес там. Хочешь ищет домик там. Да дальше такая у него. У вас претензии есть к нашим миллиардерам? А к ним никаких претензий нет. Смотрите, у Навального здесь претензий к миллиардерам? Нет. А у него претензии только к тем, кого он пригласил. Как вы хотите. Вы создали общество, дети богатые и бедные. Ну, если я вас буду приглашать, то я как я. Ну, я вас могу в отдых пригласить, можете посмотреть там. у меня на дачу подбудут. А если будет приглашать миллиардер, там другая будет картина, другая дача. Там будет лес, там будет, может быть, там зубры будут ходить по этому лечу. Совсем это вы напишите в таком количестве экземпляров, а я про вас напишу. В каком количестве экземпляров? В сто раз большем количестве экземпляров. И все узнают, что я хороший человек, а вы негодяи и хотели меня очервить. Или я не прав. Ну, если он будет тираж. вот я реально вам рассказываю, я доктор газеты, народная парада. Мы в 2000 году выпустили миллион. Два Камаза было, если под 27 тонн газет. Ну, все узнали, вот, почему мы писали. А если мы выпускаем сейчас там текущий номер, 17 тысяч, видите разницу? 17 тысяч или миллион. Есть миллионные тиражи, вот Единая Россия. Там же не просто вы говорите про одного депутата, а никто про депутата и депутатов-то и избирает так поштучно. Сейчас как избирают? По списку. Ну, если в списке Единая Россия обнаружится один там не очень хороший, в семье не без урода, а в целом список хороший, Единая Россия партия хорошая, на нее брошены большие деньги или большие или самые большие деньги? Самые большие деньги административные ресурсы. Это ресурсы административные это мелочь. Это само собой, но это мелочь. Эдминистративный ресурс. Единая Россия, она представляет собой ту партию, из которой формирует и исполнительную власть. Вот вам все разделение власти. и законодательную власть, потому что там две трети места в Думе занимает Единая Россия. А исполнительную власть кто там мировозит? Ну, вот руководитель правительства у нас глава Единой России. Он же будет назначать всех там ниже. Ну, а самого руководителя правительства. Путин считается в ближайшем какой партии? к Единой России или исполнитель? Он же был лидером Единой России. Вы не забыли еще? Лидер. Он не входил в партию, а лидер был. Он же вообще впереди не встретил. Ну, вот. Так что, вот такая картина. Это вот мы реально продолжаем рассматривать проблематику так называемого гражданска общества, которое действительно в далеком отрыве от тех реальных процессов, которые идут. Вот, скажем, Прокоров. Он, когда пошел президент, он какой первый барьер должен был преодолеть? Самый первый барьер это тот, что надо зарегистрироваться кандидатом. Вот, вы можете зарегистрироваться кандидатом? без подписи. Если вы заберете подписи, но вы так представляете, как вот рассчитан срок, за который надо собрать подпись, что вы никогда не соберете такое количество подписи за этот срок. А товарищ Прокоров подводит будет платить по пять тысяч студентам и наберет столько студентов, чтобы у каждой станции метро стояло 15-20 человек, которые собирали его подпись. Не за Прокорова, а просто за право Прокорова зарегистрироваться, а дальше вы можете против него голосовать. Это вовсе не значит быть на стороне Прокорова, правильно? А просто раз, и он уже зарегистрировался, он и зарегистрировался. А вы? А вы начали собирать? Я, кстати, свой опыт тоже могу вам доложить. Я начал собирать? Конечно, не собрал. Потом я прихожу к секретарю избирательной комиссии Выборгского района. Она говорит, ну что же вы, Михаил Васильевич, сняли его компьютер и собрали его. Поэтому вдруг обнаруживается очень много подложной подписи. У них и очень часто. А зачем обнаруживаешься человек парад? Зачем подложной подписи Российской 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 А тут речь идет о целой партии. А партия может финансировать избирательный список. Избирательный список. А вы просто в списке один. А как у вас выковыришь этого списка? Никак. может кому-то и не нравится ваша личность. Не нравится а список хороший. То же самое и справедливая Россия. Или тоже список есть КПРФ. И список одна КПРФ. А все остальные не проходят. И все. И это называется стабильность. У нас стабильная система. Стабильная. Так что то, что рассматривается мечта иллюзия можно сказать что она воплотилась. Есть и разделение властей и стабильность. И каждый может все что угодно говорить. Все что угодно можете говорить никто все равно не услышит. Или услышат но мало. Потому что одни говорят с экрана телевизора другие могут говорить вот что дело. Я вот тут предлагаю гласно потренироваться чтобы они потом ночью на телевидении это сказали. Они все задерживаются. Вот я вас говорю вы должны быть звездой телеграмм а вы все это держите подготовкой. Потом вам скажут девушка выступайте сейчас на телевидении вам дают 7 минут. Ой 7 минут как я это внезапно всегда бывает. У меня была такая ситуация мне позвонили и говорят Михаилович вот в 7 часов будет прямой эфир трудовом потому что вы приедете Игорь сейчас сколько сейчас восемнадцать мы умерли а если я не приеду и не знаю что сказать мы вам предлагали а вы просто не хотите а потому в каком университете вы представляете здесь выпускают премьера президента глав администрации глава администрации у нас кто Иванов где на филосфарке учились Путин и Медведев где на филосфарке учились начальник следственного комитета бастры у меня был он начальник партийный я здесь был в экономическом группе замсекретаря подбирал экологической работе он был замсекретаря подкома я его хорошо знаю а он староста был Путина группой вот вы думаете может я зря на вас так наезжаю давайте давайте тренируйте вот я знаю кто будет премьер министр потом у меня диплом не был Гудрин писал медицин финансовый теперь у меня еще одна дипломница была Иванова она же Куликова до этого девичья фамилия она стала замначить заместитель председателя комитета государственной думы по образованию только мы знаем кто кто будет вот Олег может он вообще будет начальник юридического комитета обескровно вообще далеко пойдет они доклады делают они вообще уже сейчас они во всей России известны посмотрите там фотографии когда по лестнице пойдет это вот никто нас никто не узнает их уже узнают на улице так что как-то все люди откладывают я вот это к вам обращаюсь вы все время откладываете все доход не надо откладывать свое развитие развитие оно должно быть сейчас сейчас есть потом 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 это мне больше надо или вам вступайте я вас ограничиваю в выступлениях или в том тематике нет такие претензии не иметь ко мне что я предложил вам сделать доклад и вы заговори это не говори это так это не пожалуйста выступайте свободно вот где у нас полная демократия сами же придумайте сами исполняйте нет никакого разделения красота потом будете вспоминать было такое время и такие были занятия прекрасные хорошие не знаю как вам мне нравится с вами заниматься хорошо же приходят люди сделают доклады мы проводим игру мрая родевую у нас можно поменяться сегодня выйти судебный пристав завтра у нас и другие можем по вашему заданию потому что а как вы тут знаешь потому что в жизни сталкиваешься с такими ситуациями будешь там ходить пока нос не расширешь а зачем лучше это делать теоретически чем практически так как и ко мне есть еще предложение мы уже приближаемся к окончанию у нас на следующей неделе два занятия понедельник и пятницу и там все потом зачет особо злобно буду спрашивать тех кто не сделал доклад ну как даже у меня какие-то меры принуждения я чувствую что только с объявлением не проходит ничего не хватает у меня аргументации слаб человек не смог убедить но не всех смог убедить но шансы еще есть так ко мне есть какие-нибудь вопросы нет благодарю вас за участие спасибо большое спасибо